О, здравствуй Что же ты наконец-то очнулся? Знаешь, на самом деле я этому рада Потому что не каждый способен выжить после укуса вампира Но ты пролежал здесь примерно чуть более суток и очнулся Удивительно, я бы сказала, даже потрясающе Видимо, что-то в тебе есть особенное, да Не бойся, слушай, тебе меня бояться точно не стоит Потому что я вампира уже не одно столетие Больше 600 лет живу на этом свете И чем старше вампир, тем он более способный контролировать свои инстинкты В поедании В выпивании В крови человеческой Конечно, твоя кровь Мне очень понравилась Мне периодически приходится Отлавливать людей и брать у них кровь Это молодые вампиры Имеют привычку убивать человека После того, как Выпили кровь Или выпивать настолько много крови Что человек погибает Я не из этого числа Я способна контролировать свои желания Но Для жизни Мне необходима кровь И В этот раз Я бью твою кровь Спасибо тебе, кстати, за нее Она у тебя невероятно вкусная Мне очень нравится Слушай, так как ты вышел после моего укуса Это говорит о том, что ты особенный человек И убивать я тебя не стану Я, пожалуй, окончательно обращу тебя вампиром Как ты смотришь на это? Создаешь ли ты мне Компанию В этом Бесконечном путешествии У тебя есть время для того, чтобы подумать Я не тороплю тебя Просто превосходный вкус у тебя У твоей крови Невероятное Надеюсь, что ты не слишком Обидишься на меня За то, что я Попила твои кровушки Мне просто уже Из столетия в столетие Переходить и становится Все скучнее и скучнее Хочется Компанию для себя Вроде тебя Так что Соглашайся И Нас ждут невероятные приключения Ну что же Давай решайся Я буду очень рада тебе И расскажу Расскажу тебе О том, как нам выживать Как нам быть Даже не против этого Кстати, я ведь так и Не обработала Укус Не годится так, правда Да Дай мне свою шею Вот так Еще немножечко Тогда лучше, да? Убрала немножечко присохшую Кровь к твоей шее Вот здесь еще Можно Немножечко убрать Да, интересный ты человек А ты и правда меня не боишься Здорово Может ты хочешь попить кровью Я угощу тебя А, ну да Лучше, конечно После обращения тебя В вампира Человеческая жизнь Очень короткая А тут ты сможешь Целую вечность Пробыть И столетия в столетия Из эпохи в эпоху Посмотреть Как меняется Да Этот мир Разве не прекрасно Я научу тебя выживать Не беспокойся Да Да Кстати Заранее Заранее тебя предупрежу Есть очень интересный Такой вот элемент Это очки Важный атрибут вампира Если ты, конечно, не хочешь Сжечь Свои глаза на солнце То тебе их обязательно нужно носить Да Да Это мои любимые очки Мои любимые очки Вот эти Я их ношу Когда мне приходится Выходить На улицу И тебе такие тоже пригодятся? Да Можешь не беспокоиться Я тебя очками обеспечу В том числе Если ты согласишься Путешествовать со мной Сквозь века А ну-ка, а ну-ка Что неужели кровь все еще Течет из твоей раны Давай еще раз обработаю Так Так, аккуратно Так Аккуратно Летру Крови Тебе, надеюсь, лучше Можно мне еще твои крови Я еще не восстановился, да? Ну-ка Потом ты меня угостишь еще, правда? Я тебе буду очень благодарна Я тебе буду очень благодарна Так что, надеюсь, ты останешься со мной, да? В принципе, у тебя выбор небольшой Ты слишком много знаешь, чтобы я тебя отпустила отсюда Так что Так что, как ни крути Тебе придется Здесь задержаться Да Слушай, твоя кровь просто потрясающая Кстати Примерь-ка ты эти очки Они тебе тоже пригодятся в дальнейшем Конечно Ты же обернешься в вампира Окончательно Стоит мне дать только Выбить Тебе своей крови Сейчас я это обеспечу, не волнуйся Примерь-ка Примерь-ка Так Ну что сказать могу, хорошо Хорошо сидят на тебе Просто отлично Тебе очень идет Я серьезно Давай мне обратно Так Хорошо Мы сможем с тобой гулять где угодно где пожелаем ездить по разным странам путешествовать вместе с тобой жить в старых заброшенных замках питаться кровью Разве не потрясающе? Это же романтика Как я стала вампиром? Честно Я уже не помню 600 лет прошло Как ни крути Этот момент я помню крайне смутно фактически не помню поэтому поведать тебе пока свою историю не могу К тому же одна из причин почему я езжу по всему миру я хочу найти то самое место с которого все началось моя новая жизнь моя жизнь вампира как это все произошло я пытаюсь узнать уже очень-очень давно да а пока что я живу здесь да но буквально я думаю что через сутки ты превратишься в вампира после того как я тебя покормлю своей кровью держи кусай ну же кусай не стесняйся давай молодец отлично ну теперь будем ждать сутки да можешь прилечь отдохнуть уйти ты все равно не сможешь а этот замок это место все в твоем распоряжении можешь наведоваться ко мне можешь наведоваться на кухню и ты можешь даже пока еще питаться человеческими блюдами в принципе ты можешь питаться ими даже после того как обратишься но ты перестанешь чувствовать насыщение от этих блюд вот в чем будет разница да так что как ни крути без крови не обойтись будет никак да да я тебя уговорила правда оставайся со мной понравится понравится тебе понравится поверь может быть даже поначалу ну не может быть а скорее всего поначалу ты будешь испытывать и реальное удовольствие и реальное наслаждение от того что пьешь кровь ты владеешь человеческими жизнями да твоя сила кстати говоря увеличится в сто тринадцать раз по сравнению с даже самым сильным человеком на планете поэтому со своей силой тебе нужно будет обходиться очень осторожно да но я не просто так и тебя выбрала именно тебя выбрала я потому что я знаю что ты справишься с этим да почему то у тебя рана долго кровит непонятно по какой причине да ну конечно кусаю я очень глубоко что поделать что поделать тем более такой вкусной крови как у тебя я давно не пробовала признаюсь а как тебе моя кровь на вкус? нравится? надеюсь что так похоже на человеческую кровь да да что то есть схожая но не все так сказать не все да ну что же я могу тебе купить такие же очки если захочешь да по началу тебе будет тяжело конечно справляться да с твоим новым обликом да но я уверена что ты справишься конечно конечно же я тебе буду помогать безусловно буду рассказывать тебе какими методами какими способами лучше ловить людей как их отпускать чтобы они ничего не поняли да да и научу также заживлять рану от укусов чтобы никто не смог понять что это был вампир в случае с тобой я не заживляла рану да и как видишь она до сих пор немножечко кровит но это только с тобой потому что ты особенный ты должен заживить ее сам ты это сможешь сделать спустя сутки так как ты сам обратишься вампиром ну может даже раньше когда у тебя по чуть-чуть начнется проявление способностей вампира так что как то так как то так это мой вампирчик я надеюсь у нас с тобой все будет хорошо да остатки твоей крови я чувствую вкус твоей крови еще у себя во рту у себя чувствую еще остатки твоей крови на в в в в в Ну что ли, ты как себя чувствуешь? Может быть отдохнуть хочется? Еще немного крови, вытру Да, может быть уже ляжешь спать А, да, давай Располагайся поудобнее Закрывай глазки И отдыхай Сладких снов Вампирчик Будущий вампирчик, ладно Закрывай глаза Я тебе помогу уснуть, беспокойся Буду рядом до тех пор, пока ты не уснешь ПОДПИСЫВАЩИ спи ну что ты готов приступить к дальнейшей нашей с тобой беседе процедуре не переживай ни о чем ладно я позабочусь обо всем да ухаживать за своими клычками тебе нужно будет регулярно договорились и пользуй в принципе человеческие по большей части зубные пасты да чтобы и освежающее какое-то воздействие было на твои клычки вот и самое важное это защита после каждого приема крови ну в принципе ты человеческую еду тоже можешь кушать конечно но ты не будешь насыщаться ею да как бы у тебя организм скорее будет отторгать человеческую еду ну что поделать что поделать такова вампирская жизнь такова участь вампира значит вот такую вот зубную пасту будем использовать с тобой еще зубную нить и вот такая щёточка зубная да да так все немного так немного значит нанесла за твою пасту и давай свои клычки вот так сделай да 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 покажи мне свои клычки открой ага хорошо почищем твои клычки здесь у нас что клычки я буду нежно заботиться о тебе о твоих клычках ты же знаешь это я надеюсь спустя какое-то время ты в этом убедишься еще больше что я ценю тебя твой выбор то что ты решил стать вампиром остаться рядом со мной так хорошо продолжим чистить твои клычки продолжим чистить твои клычки маленько вот хорошо да вот так вот так отлично так вот так вот так вот так нужно очень долго и тщательно чистить все клычки долго и тщательно чистить надо клычки свои да 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 хорошо хорошо ты молодец я знаю что ты справишься со всем конечно знаешь знаешь когда лучше всего вы хотите гулять в вечер халлоуина в ночь халлоуина в ночь халлоуина да но там ведь все будут вампирами и все будут упырями какими-нибудь зомби и так далее никто даже не заподозрит так далее что мы настоящие с тобой вампиры никому и в голову это не придет на самом деле да люди сейчас перестали в это верить и это в какой-то мере нам даже на руку хорошо так аккуратно все почистим хорошо хорошо так очень нережно так уже лучше здесь да ок ок да отлично знаю что мы еще можем сделать мы можем почистить зубки зубной нитью да обычная самая обычная зубная нить ничего сверх такого нового сверх сложного так да так 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 вот так так хорошо так 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 Так, хорошо. Хорошо. Ну что, покажи-ка еще свои зубки. Колычки свои покажи. Да, просто приоткрой рот пошире. Так, ну все в порядке, я конечно не специалист. В этом деле можно будет тебя к вампирскому стоматологу отправить. Но я, знаешь, у меня уже довольно большой опыт по уходу за клыками. Поэтому я все-таки взяла на себя ответственность, чтобы почистить тебе твои клыки лично. Так, ну что? Так, кстати говоря, Хэллоуин это самое то время для того, чтобы прогуляться. Я буду очень рада тебя пригласить на прогулку. Надеюсь, ты не против составить мне компанию. Не бойся, кровожадность тебя вверх не возьмет. Ты будешь под моим контролем, под моим присмотром. И в случае чего я пресеку, да, я пресеку твои порывы кровожадности. Не беспокойся ни о чем в общем. Да, все будет хорошо, конечно. Я позабочусь о тебе, как и всегда. Ну что же, давай тогда больше отдыхай. Кровь я тебя здесь оставлю на столе. И если что, заходи ко мне в мою комнату. Посидим еще поболтаем. Может быть, ты захочешь мне рассказать побольше о себе, о своей человеке. О своей человеческой жизни. Мне очень интересно, как живут сейчас люди. В принципе, я иду в ногу с современным миром. Но где-то, знаешь, плюс-минус всего я не могу знать. И очень интересно было бы послушать твой рассказ о твоей жизни. Да. Ну ладно, сейчас я не буду тебя беспокоить. Пожалуйста, отдыхай как можно больше. Расслабляйся и не напрягайся ни в коем случае. Пока ты не привык к своему новому облику вампира. Твой тело потерпела сильнейшие изменения, к которым нужно привыкнуть и адаптироваться, собственно. Да. Отдыхай. Отдыхай. Все любые, мое вампер. Мое вампирчик. Здравствуйте, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Пожалуйста, добро пожаловать в вампирский спа-салон Я смотрю, вы новенький, да? Еще ни разу у нас не были, я так понимаю Не ознакомлены еще совершенно с нашими услугами Сейчас я вам постараюсь все подробно объяснить, хорошо? Да, не беспокойтесь В общем, да, здесь обстоят таким образом Оплата за услуги, предоставляемые Производится кровью, да Кровью животных, кроме животных стоит дешевле И человеческой кровью, которая стоит дороже Вы принесли какой-нибудь из способов оплаты? Там, там, где я находила вас В записи, да По записи, конечно Я поняла вас Сегодня Я проделаю над вашим лицом процедуру Суть, которая будет заключаться в том Что Вы в дальнейшем сможете выходить на улицу днем Да Я нанесу на вашу кожу такую маску Которая будет защищать вас от солнечного воздействия И вы сможете совершенно безболезненно находиться днем среди людей Да Так что давайте приступим сначала К этому Процессу К этой спа-процедуре Да Оплата у вас будет человеческой кровью Отлично 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 Я потом вдоволь напьюсь Кровушки Да Хорошо Хорошо Не будем отвлекаться И я примусь за очищение кожи лица вашего сначала Очищу, очищу кожу, кожу лица Да Подготовлю к масочке Защитные от солнечных лучей Да Вы сможете вполне комфортно находиться средь бела дня На улице Даже в жаркие летние дни Ну конечно же Масочку я буду наносить На лицо Только поэтому Другие части тела Конечно же Должны быть Закрыты Если же вы хотите Нанести в дальнейшем На все тело Маску Солнцезащитную То там соответственно Стоимость будет Сильно отличаться Но сначала проверим на вашем личике Все ли будет в порядке Понравится ли вам подобный эффект Да Несколько ватных чистков пригодятся нам А эта процедура совершенно безболезненна Конечно Не беспокойтесь Так Отлично Аккуратно очищу кожу Так По оформлете Отлично Отлично Аккуратно Тем, что Что это тут Рекомнито Total Хорошо. Хорошо. Кожу вашего лица я сейчас очистила, подготовила почву, так сказать, для маски, которая защитит любого вампира от солнечного воздействия. Сейчас я по некоторым областям вашего лица пройдусь щеточкой, которая отшелушит некоторые участки. Дальше мы нанесем питательную маску, потому что это вещество, которое я использовала для очищения кожи, оно имеет довольно такое агрессивное воздействие. Да, да. Так. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. 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 Отлично. Отлично. Здесь все отшелушили. Супер. 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 Теперь все будет замечательно. Супер. Да. Хорошо. 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 Так. Так, нанесу на кожу вашего прекрасного вампирского личика. Хорошо. Хорошо, отлично. Просто замечательно, почва, так сказать, готова для нанесения этой удивительной маски, которая будет защищать вас, вашу прекрасную маску. Это вампирское личико, да. Так, вот такой вот кисточкой я буду наносить эту удивительную маску на ваше лицо. Вот этой вот кисточкой, кисточкой, кисточкой. Сюда я налью смесь для того, чтобы создать эту масочку. Масочка будет состоять из вот этих двух компонентов. Все, ваше лицо. Вот это уже. Так, вот тут будет очень вкусно. Сюда я буду использовать эту маску. Так, сейчас я это все размешаю и нанесу на кожу вашего личика. Продолжение следует... Так, приступлю. Так, приступлю к нанесению на кожу. Так, вот, отлично. Продолжение следует... 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 эффект и вообще в целом можем на все тело потом такую маску нанести чтобы можно было ходить с закаленными руками, ногами в жаркую погоду да, более комфортно себя чувствовать да, чтобы люди не шарахались лишний раз так ну что же, хорошо хорошо приятного вам времяпровождения кровь, кровь можете поставить вот туда пожалуйста на вот этот вот прекрасный столик да, поставьте туда баночки и да, я их помещу в холодильник ну и пообедаю заодно, полакомлюсь одной бутылочкой кровушки, да ну что же да, до новых встреч жду вас через месяцы три два с половиной звоните, пишите будьте на связи с нашим замечательным вампирским спа салоном всего доброго здравствуйте здравствуйте все верно это библиотека для вампиров вы батрица то есть вы раньше не бывали у нас, да да какое же вы предпочитаете литературу новоиспеченный вампирчик еще не определились а какая вам нравилась будучи человеком вы хотите детские сказки почитать ну что вы я не думаю что вам понравится подобного рода литература в вашем нынешнем облике да у вампиров так же меняется и сознание возможно у вас еще не до конца поменялось но тем не менее не менее ладно я вас поняла лучше я возьму дело в свои руки и посоветую вам то что вам в общем то должно подойти и понравиться у людей знаете бывает очень много страхов и переживаний но чего нельзя сказать о вампирах сознание в этом смысле меняется довольно сильно и глубоко поэтому я вам рекомендую книги которые будут толкать вас на различные размышления этих вампиров достаточно времени для того чтобы подумать у людей времени к сожалению на это фактически не остается да и к тому же философские размышления могут убить человека но не вампира также вам не следует задумываться о мелочах мелочи это удел смертных а с помощью книг вы будете способны размышлять о чем то более великом книге помогут не уснуть вашему по разуму так что позвольте вам порекомендовать одну удивительную книгу и в целом одного просто прекрасного писателя Стивена Кинга его произведения не оставляют равнодушным ни смертных ни вампира я могу порекомендовать вот эту книгу Стивена Кинга под названием Мизери Прекрасное произведение Стивена Кинга Стивена Кинга Мизери здесь изображена печатная машинка которая будет играть важную роль в этой книге да это роман в жанре психологический триллер психологический триллер и впервые опубликован он был в 1987 году основа сюжета этого романа заложена на отношениях двух главных героев этой книги одним главным героем является писатель известный писатель Пол Шелтон и его поклонница психопатка человек с психическим расстройством это Эдни Уилкс Эдни Уилкс и Пол Шелтон главные герои этой книги вокруг которых разворачиваются все события все началось с того что писатель этот самый Пол Пол Шелтон изрядно выпив попал в автокатастрофу и собственно с этого началось все безумие он в этой автокатастрофе получил довольно серьезные травмы у него было раздроблено колено в принципе ноги много чего было повреждено и ходить он не мог на первое время он находился в коме а Эдни его поклонница оказалась тем самым человеком который увидел эту автокатастрофу уже после того как она произошла и забрала его вытащила из машины и повезла к себе домой самым странным что в этой ситуации могло показаться почему она не вызвала полицию почему она не вызвала скорую и никому никому не сообщила о том что у нее дома теперь находится известный писатель Пол Шелдон так так спустя какое-то время пол все-таки выходит из гумы и видят все это окружающее что он находится у своей поклонницы дома что она его пичкает наркотическими таблетками для того чтобы снимать сильную сильную нереальную боль которая естественным образом возникает из-за его растробленных костей но почти сразу Пол Шелдон понимает что все это не к добру то что Пол Шелдон попал в руки к Энни ничего хорошего не сулит он также начал замечать довольно такие необычные черты ее поведения странности ее поведения его это начало пугать и настораживать она заставляла его периодически делать довольно жуткие и унизительные вещи а также в общем много чего произошло там да все таки не хотелось бы спойлерить содержимое этой книги я думаю что если вы ее прочтете она вам безумно понравится очень интересная захватывающая это не просто какой-то ужастик триллер это психологический триллер здесь затронуты очень тонкие нотки человеческих страхов переживаний а также раскрываются поведения психических расстройств вот так вот выглядит эта книга невероятно хорошего качества в твердой обложке сзади изображена фотография писателя Стивена Кинга этого прекрасного удивительного человека да немного зачитаю информацию Стивен Кинг один из самых популярных писателей нашего времени его читают подростки и взрослые женщины и мужчины все кто стремится лучше понять себя и других а также изменчивый и непредсказуемый мир в котором мы живем Стивену Кингу подвластны все жанры он автор великолепных романов потрясающих повестей и блистательных рассказов блистательных рассказов среди шедевров мастера полная мистики из абсенса сияния это тоже еще одна из его книг удивительных сияньев приоткрывающая тайны человеческого сознания мертвая зона также удивительно трогательна и в то же время невероятно жесткая зеленая миля лезенящая кровь кейри жемчужина фэнтези темная башня и так же многое многое другое и здесь еще небольшую информацию прочту вот здесь вот может может ли спасение от верной гибели обернуться таким кошмаром что даже смерть покажется милосердным даром судьбы может ибо это произошло с полом шелдоном автором бесконечного сериала книг о злоключениях мизери раненый писатель оказался в руках Энни Уилкс женщины потерявшей рассудок на почве его романов но не совсем согласна что именно на почве его романов потому что ее сумасшествие прослеживалось еще с самого самого детства уединенный домик одержимый бесами фурии превратился в камеру пыток а существование было в ад полный боли и ужаса я рекомендую вам именно эту книгу почитать она невероятная и поверьте если вы хотели даже что-то расслабляющее успокаивающее вам эта книга нисколько не помешает сладко уснуть а напротив поможет вам в этом да и вы ощутите сладкий сладкий вампирский сон благодаря этому произведению да так что здесь вы увидите очень интересное описание такой яркий пример психопата в виде Энни Уилкс которая с очень нестабильным эмоциональным планом и неизвестно чего от нее можно ожидать нашего полу Шелтона у нее эмоциональные перепады сильные какие-то периодически зависание она может отключиться от реальности и потом вернуться спустя какое-то время очень необычно наблюдать за этим да Энни Уилкс это человек который может тебя тут же накормить очень вкусным приятным десертом и спустя несколько минут заставить тебя пить воду из помойного ветра или отрезать что-нибудь от тебя от полу Шелтона в общем очень интересно как это все происходит и разворачивается в общем содержание этой книги на самом деле бесцен и я даже несколько удивлена как вы еще не добрались до его творчества до творчества Стивена Кинга очень рекомендую вам также приходить сюда в библиотеку для вампира у нас очень много прекрасных интересных произведений Стивена Кинга еще есть в наличии он вы знаете есть такое очень важное умение анализировать информацию поэтому поверьте это не просто ужастик не просто триллер а за каждым событием в этой книге скрывается глубокий смысл просто его нужно понять проникнуться и я уверена что у вас это получится я вижу что вы глубокомысленный человек любите думать размышлять и это самое подходящее для вампира у вас будет целая вечность на размышления ну и конечно же прежде чем отдать вам эту книгу хотелось бы уточнить о вас правда заинтересовала эта книга да очень радует это просто удивительно потрясающе так что похоже я вижу достойное уважение голову это не может не радовать и вы знаете есть еще огромный плюс в том что вы являетесь новоиспеченным вампиром и плюс этот заключается в том что вы еще не познали этот мир а те кто знают больше всего презирают его больше всего так что в этом случае то что вы его не познали это просто прекрасно и книги вам помогут но я надеюсь что с вами ничего не произойдет и вы по-прежнему будете любить этот мир и интересоваться и конечно я вас верю я вижу в вас довольно сильную личность так сколько страниц давайте посмотрим хорошо всего страниц 381 381 страничка у этого прекрасного романа да 381 содержание 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 первая часть Эйни вторая часть мизери часть третья пол часть четвертая богиня вот так вот раз два три четыре четыре части здесь тоже видимо напечатана небольшая рекламка еще одной книги Стивена Кинга 1122 63 вот так вот интересная книга рекомендую очень мне нравится шрифт не слишком мелкий не слишком крупный то очень удобно читать да хорошо я вам тогда доверяю эту книжечку сейчас запишу ваши данные хорошо так хорошо вы можете назвать свои человеческие имя фамилия отчество да я вас внимательно слушаю да да вас привела вот эта вампирша с розовыми волосами да вы здесь же и живете получается да так хорошо хорошо как прочитаете приносите и я смогу порекомендовать еще разные интересные книжечки конечно спасибо спасибо что обратились именно в нашу библиотеку для вампиров вы можете конечно приходить в человеческую но это в этом есть определенные риски сами понимаете да так что рада вас здесь видеть спасибо что посетили нашу библиотеку я вас буду ждать обязательно конечно приходите все доброе доброе все доброе 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 эй эй человек ты не боюсь что ты пришел в себя эй эй ты как ты где ты но ты в моем доме скажем так в доме вампира да ну ну что ты не тревожься я тебе все сейчас объясню как ты здесь ощутился но ну что тебе не нравится здесь разве я тебе могу накормить крошку тебе могу предложить но в смысле томатный сок да я очень добрый вампир и ну знаешь как ты здесь очутился просто одиноком тысячелетиями каждый год из года в год встречать эту хмурую осень и в то же время такую прекрасную такую красочную на пасмурную и дождливую на пасмурную и дождливую и мне просто напросто стало одиноко я решила прогуляться под сам дом в это пасмурное время но как знаешь вампир не очень любит солнечный свет поэтому я с удовольствием прогулялась в пасмурную погоду хотя сквозь тучи все равно солнечный свет проступает так или иначе но я увидела тебя ты мне показался довольно грустным что ли и мне показалось что мы можем неплохую компанию создать друг другу этим холодным вечером как ты считаешь слушай ну ты меня не бойся я могу тебе яблочко предложить только мне оно красное да и в целом у меня овощи если есть или фрукты то они красного цвета да не боись не боись я не буду пить твою кровь не буду и в чем особенность опытных вампиров в том что мы умеем выбивать красный цвет а вот так вот да мы просто употребляем все что имеет красный цвет а так же не только человеческую кровь но и животную кровь но опять таки тоже привыкший приученный опытный взрослый вампир способен на такое коим я собственно и являюсь так что яблочко сделай вкус давай вкусное отличное яблочко ароматное знаешь осень это такой еще сезон сбора урожая да и это смелое яблочко этого года так что не сопротивляйся держи и кушай его оно не отравлено нет не отравлено яблоко мы сейчас с тобой не в сказке какой-нибудь это реальность да суровая реальность пасмурное небо и поэтому я тебя когда увидела вытащила перенесла к себе ну естественно ты отключился в общем когда я тебя встретила повторюсь что ты выглядел очень грустным и в общем я тебя забрала с собой просто перенесла в свой дом и при этом отключила твое сознание да и очень рада что ты так сравнительно быстро проснулся очнулся пришел в себя и мы сейчас с тобой сидим в этом уютном помещении рядом с камином разве не прекрасно томатного сока томатного сока ой нет что то это не кровь ух 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 держи пей 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 ты даже по запаху поймешь тебе уже лучше я думала людей успокаивает звук костра звук камина шум ветра какие то такие звуки то лично меня это довольно расслабляет но когда ты уже сотни лет совершенно один как то немножечко грустно хотя вампиры должна сказать любят личное пространство свободу личного пространства поэтому мы обычно обитаем в очень огромных особняках замках да но иногда хочется чей то в компании ты мне оказался очень подходящим человеком для этого холодного хмурого осеннего вечера так что давай я тебе тоже долью томатный сок вот так вот долью держи чакнемся давай за знакомство рада была бы встречать этим вечером такого хорошего интересного человека да не переживай я не буду пить твою кровь точно честно у меня для этого есть гематогенки неплохой способ знаешь ли удалить жажду крови покой с тобой поделиться если хочешь я распечатаю для тебя хорошо ну давай пополам давай и тебе больше кусочек да держи а ты беспокоишься о том что я проголодаюсь и тебя укушу да ну ладно давай тогда мне больше кусочек договорились и тебе тогда маленьким держи еще шоколада кстати ароматно пахнет тебе нравится шоколад? мне молочные нравятся да несмотря на то что я вампир я могу употреблять вполне обычные продукты хотя вкус чувствуется довольно слабо но все же чувствуется тебе нравится здесь ты можешь остаться подольше и мы просто будем с тобой спокойно сидеть в этой непринужденной обстановке слушать звуки костра тебе вообще нравится осень? интересная пора и притом самый красочный самый красочный сезон в году если конечно не паспортный и не дождливый да обычно один месяц в осени бывает невероятно ярким где преобладают цвета красные желтые желтые оранжевые листья да может ты предпочитаешь чего-нибудь горяченького я тебе предложила томатный сок все-таки только вампиры пьют томатный сок в большинстве свое я немного видела людей которые любят томатный сок но я рада что тебе понравилось то есть хорошо завтра iments что как то есть в что сейчас и всего но вы скажите гематогенку да, это такой вампирский фокус, скажем так мы приспосабливаемся со временем и пытаемся хотя бы не человеческую а животную кровь употреблять конечно по этой причине силы вампира, который питается исключительно наш животной икрою или же выпивает красный цвет да как например, вот яблоко может ты еще одно яблочко хочешь силы конечно покидают такого пира со временем, но это выбор каждого из нас по какому пути ему пойти невероятно она приятно пахнет держи еще одно яблочко я вижу тебе понравилось тоже предыдущая, которую я тебе дала съем очень хорошо говорят, что если у человека хороший аппетит значит он здоров так ли это будем надеяться, что так может ты мне еще что-нибудь расскажешь о себе чем ты вообще занимаешься и прости может быть все-таки я тебя отвлекла от каких-то важных дел нет это ну хорошо я рада, что тебе приятно моя компания это специальное средство для вампиров которая защищает кожу от ультрафиолета от солнечного света да периодически приходится обрабатывать свою кожу кстати говоря от холода также защищает знаешь, когда долго на морозе находишься вода тоже может пересушить кожу хочешь я и тебе, да намажу на руке или на лицо сейчас пробуем немного лицо шелушиться, да вот давай вот так легонечко тебе нравится запах этого масла? да классно мне тоже очень нравится ты никогда не думала стать вампиром? уже возникает желание, да но в принципе я тебе могу в этом помочь в случае чего если ты действительно решишь, что оно того стоит но не будем торопить события, правда же спасибо, что помогаешь мне скрасить этот холодный осенний вечер вечер и не боишься меня обычно другой бы человек уже испугался, убежал бы и бегал по всему моему особняку но ты очень смелый да 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 я рада, что именно тебя встретила тогда я рада, что именно тебя встретила тогда на крышу на крышу полюбоваться там видом на окружающий мир или просто посмотрим какой-нибудь фильм ты любишь фильмы смотреть? я да да, понимаю, что я очень похожа на человека своими какими-то повадками но знаешь, все живые существа они приспосабливаются к этому миру и вампиры не исключение мы тоже часть этого мира и тем или иным способом приспосабливаемся к тому, чтобы жить с природой скажем так в гармонии среди людей в гармонии конечно, всякие миру бывают как и всякие люди сам понимаешь но тем не менее особенно столько столетий я пришла вместе с человечеством да, очень много столетий и и сейчас в самом современном человеческом мире в общем-то неплохо да, мне этот современный период нравится и думаю фактически больше всего не считая какого-нибудь средневековья было опасно для вампиров для ведьм было веселее наверное в какой-то степени сейчас люди о вампирах о ведьмах о вампирах совершенно забыли и зато для вампиров безопаснее для ведьм тоже такое время такое время да, разные века разные времена и разные события происходят в общем ты знаю я рада тебя здесь видеть определенно, да так что так что предлагаю все-таки посмотреть с тобой какой-нибудь фильм да, под звуки камина и укладаемся в какой-нибудь теплый клет да а то я смотрю ты немного дрожишь к сожалению согреть тебя не смогу вампиров в принципе давление особо без надобности а звук камина звук огня вид огня успокаивает расслабляет не только людей но и вампиров да так что я тебе предоставлю теплый теплый клет да ужастик комедию или что-то еще фэнтези фантастика боевик ну ладно давай посмотрим что-нибудь что в рекомендациях будет договорились ну хорошо давай я тогда сейчас приду к тебе с пледом и мы пойдем смотреть фильм пока отдыхай можешь есть еще гематогены или яблоки бери давай вот я я я и и и и Субтитры сделал DimaTorzok